всем привет привет всем отличной недели сегодня мы с вами смотрим расклад кто я как я могу проявиться в этом мире то есть проявить себя через профессиональную какую-то возможно сферу может быть через хобби то есть вот тема именно призвание будет озвучена сегодня прежде чем я начну хочу сказать о том что вы уже видели в разделе сообщества когда я публиковала пост про акции 1 с 1 по 3 мая до расклад про предков в конце этого поста я говорила о о том что я создала новый для себя telegram канал когда-то он у меня был открыт потом год назад а я почувствовал себя какой-то вот неуверенность в себе и я его закрыла сейчас я вновь ощутила то что я хочу его вести ушла из инстаграма и вернулась telegram канал не удивляйтесь потому что в этом вопросе я не постоянно просто все зависит от моего эмоционального скорее всего состояния и насколько я уверена в том что я делаю то есть когда в своих действиях я вижу какой-то смысл то я это делаю если вы теряется смысл то я просто перестаю это делать вот оправдываю я это тем что я девочка мне можно менять свое мнение можно быть капризный но любом случае если хотите я никого не не обязывают а и никого не принуждаю кто хочет может подписаться на канал ссылка есть под роликом есть в разделе боже мой все время вот такие вот вещи у меня вылетает из головы мои услуги тоже нажимаете на ссылку мои услуги под любым моим роликом да и первый абзац это контакты как со мной можно связаться то есть у меня есть отдельно telegram для сообщений и отдельно telegram канал вот хотела это сказать кому интересно приходите там будет как я это вижу знаете как некий такой живой влог для себя в контексте чего то есть там не будет только публиковаться какие-то посты и статьи будут и расклады а будут еще какие-то вот маленькие ролики возможно из моей жизни когда я захочу что-то сказать с чем-то поделиться ну то есть такое живое общение человеческое но но не будет направлено как обычно делают коллеги которые создают свои каналы в telegram исключительно на таро и не буду ограничиваться таро раскладами хотя там тоже есть таро расклады но не на те темы которые есть на моих каналах да вы уже знаете я не люблю повторение поэтому если хотите еще дополнительно расклады от меня то вот telegram канале как раз ки они будут но и не забывайте на мой второй канал ссылка на который тоже есть в описании под этим роликом тоже переходите подписывайтесь вот эту информацию хотела вам сказать так ну и давайте мы с вами приступим позиции вы видите перед собой желаем вам всем отличной недели если я этого еще не сделала вот и как это у нас тут пасмурно надеюсь меня нормально будет видно так и мы с вами приступаем позиция номер один сначала я пишу вас а потом мы посмотрим как раз таки как вы можете проявляться в этом мире через что возможно какие-то способности какие-то ваши навыки так кто 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 вы на данный момент кто вы кто вы колоза некоторых которые не взирая на какие-то свои страхи человек который умеет преодолевать себя человек который идет всегда в новое по крайней мере вам это интересно это новое может быть связано даже и с вашим бессознательным то есть вам нравится как-то вот погружаться в себя дам что-то искать но при этом вы человек наполненный какое слово можно заменить словом страх но в более легком таком формате то есть это не страх прям вот который вас сковывает и останавливает вы не можете двигаться нет а вот что-то такое знаете в более легкой форме вы это как будто бы ваша какой-то вот привычное такое состояние не знаю то ли тревожность или беспокойство волнение вот что-то такое легкое когда надо двигаться дальше то есть вот с одной стороны у вас есть это желание потребность как-то развиваться что-то новое изучать вот какие-то новые дела начинать ну то есть вам нравится новизна вообще обновление а с другой стороны то есть вы как будто вы это желаете и одновременно у вас появляется такая некая тревожность волнение справлюсь не справлюсь иногда это является камнем преткновения к тому что вы ничего не начинаете сходится с пути то есть вроде бы что-то хотите это может касаться чего угодно и личной жизни профессионально то есть это просто ваша модель поведения такая да вроде бы я хочу ставлю себе это цель мечтаю вот а когда я очень близко к этому появляется какие-то не знаю какая-то тревожность какие-то страхи и если в этот момент вы не справитесь собой если не договоритесь как-то со своим умом не отбросите вот эти вот тревожные какие-то мысли то велика вероятность что страх победит и вы не пойдете в то новое которое на самом деле вам необходимо вы этого хотите вы это желаете то есть это может выглядеть так что не знаю хотите какую-то свою работу мечты к примеру вы работаете с клиентской базы вы понимаете что вам для дополнительного дохода да вот чтобы наоборот возрос доход вам нужны нужно большее количество клиентов вы это допустим осознаете когда появляется делаете все необходимые действия для того чтобы это было и когда начинает начинает приходить клиенты вот большем количестве вот таком каком вы хотели бы до выпугаетесь выпугать вас начинается волнение справлюсь исправлюсь как это будет и вот эти вот волнение они перекрывают вам этот поток и он обрывается то есть и количество клиентов снова уменьшается то есть вот здесь вот какая-то такая личность вот если это не касается там профессиональной сферы например да денег это тоже самое да то есть я хочу я что-то делаю я работаю над этим то когда приходит какое-то большое количество появляется сразу знаете вот они как будто бы триггерят вот то что вы хотите свое желаемое неважно к чего это касается как только она приближается квас к вам она начинает триггерить какие-то ваши сценарии связанные со страхом с неудачей как я это буду делать получится не не получится вот неуверенность в себе и вот это вот все всплывает и вы вам вам сложно справиться вот с этим эмоциональным фоном и вы отказываетесь от того что вы хотите она потому что сложно справиться с волнение вот этим вот переживанием если вы справляетесь вы идете дальше а если нет то вы отказываетесь от этого кто еще вы но человек на самом деле достаточно изобильный то есть в своей душе я могу предположить что вы тот человек который удовлетворен своей жизнью то есть если вас просить до безусловно будет какие-то трудности они есть у всех но в общих чертах да вы можете сказать охарактеризовать сами себя как человека счастливого человека удачного человека который знаете скорее всего даже здесь не про удачу речь идет о про наполненность да то есть человек который наполнен который живет наслаждается этой жизнью и даже если он не получит свое желаемое то о чем мечтает а в принципе он может охарактеризовать свою жизнь успешный то есть удовлетворенный но если получит то что он хочет да тогда это вот приблизит его еще к большему счастью в его жизни но в общих чертах я могу сказать что вы человек удовлетворенный да может быть чего-то не хватает но допустим меня все устраивает на подводки жизни в человек который смотрит в будущее все время вот вы ваш взор он обращен не в прошлое а именно в будущее да то есть вы как-то не знаю видите в своем будущем то есть не важно сколько вам лет до человек который все равно продолжает мечтать о своем будущем да что там представляет что вот в далеком будущем да даже допустим условно говоря если там 70 80 лет да то есть вы вы тот человек который не перестает видеть свое будущее то есть нету такого что вот возраст является неким таким ограничителем что вот я уже и так взрослый человек то есть о чем не мечтать да то есть меня допустим впереди ничего хорошего не ждет нет это не про вас это человек который продолжает о чем-то мечтать представляет как он будет завоевывать этот мир опять же таки это вот ваша модель мышления не не важно от от вашего независимо от вашего возраста я готова завоевывать мир как-то вот расширять как-то свои горизонты есть это вот как бы так сказать ваш какой-то такой общий настрой на на жизнь что хочется сказать человек с наполеоновскими планами и даже если они и никогда не исполнится это не имеет значения имеет значение вот сам настрой на позитивное будущее на то что я хочу иметь с другой стороны может быть часть здесь дойчи который меня смотрела пришла сюда потому что двойка жестов говорит о трудности о сложности сделать выбор сложность заключается как раз таки в ошибке то есть знаете человек который как будто бы заглядывается свое будущее но он боится ошибиться казалось бы здесь знаете какая-то такая несостыковочка идет с одной стороны я чувствую себя уверенным человеком такой таким знаете вот наполнено мне есть чем поделиться мне есть что рассказать мне есть что отдать этому миру и одновременно одновременно идет вот это вот состояние а нужно ли это они нужно здесь не сомнения а здесь вот именно неуверенность в себе почему потому что вот как-то я не знаю я боюсь ошибиться то здесь вот сразу появляются какие-то страхи но такое ощущение что вот ваш успех и удача он идет как-то за руку с теневым аспектом вот страхов если все время как-то преодолеваете себя возможно в некоторой степени перфекционисты хотя с возрастом это уже как-то ну поубавилась до в молодости могу предположить что вы были большим таким перфекционизма перфекционистом здесь такое вот это вот дуальность она прослеживается у вас дуальность то есть знаете как-то появляется желание появляется мотивация появляется возможно что-то сделать и одновременно появляется страх а нужно это тебе вот то что ты хочешь или нет и вот это вот вот это вот дуальность она вас в некоторой степени напрягает почему потому что во многих моментах останавливать то есть было бы намного проще если бы вы были более наивными более какими-то такими поверхностными что ли легкомысленными и как-то не обращали внимание вот на эти свои сомнения страхи а больше действовали то есть здесь человек который очень долго принимает решение топчется на одном месте не уверен надо ему это не надо но человек вот с огромным огромным потенциалом да то есть вы если бы не было вот это вот ваша неуверенность эти страхи и волнения не знаю как вот это вот эмоциональное состояние могу предположить что вы добились бы намного большего но вот это вот чувство что я не хочу ошибиться я хочу сделать все правильно надо все продумать прежде чем что-то сделать надо как-то вот все проанализировать она здесь присутствует то есть в этой двойке жезлов характерная черта заключается в том что с одной стороны огонь нас подгоняет то есть давай давай быстрее чего думать надо действовать и так много думаешь а с другой стороны ваше действие хочется знаете принять какое-то верное решение да чтобы это было мудрое решение а мудрое решение и скорость они несовместимы и вот здесь вот вот это вот ключевое ваше раздвоение да то есть для того чтобы принять решение надо подумать а времени на подумать нет и вот что в этот момент выиграет хочется сказать так вы действуете если будет подгонять вас как-то время то вы начнете действовать то есть не обдумав то вы выиграете в этом направлении да то есть начнете сделать а если вас если выиграет вот вот эта вот мысль который вас одолевает что надо все продумать надо сделать именно мудрый выбор то велика вероятность что вот эти вот волнения и страхи они вас поглотят и вы упустите шанс да то есть шанс возможности вам даются но иногда вы их упускаете вот вот из-за сомнений опять же таки не всегда это сомнения связаны с вами в контексте я смогу я получится у меня или нет а в контексте именно она да она мне или нет то есть вот почему потому что вот аркан изобильности здесь он говорит о том что но в принципе у меня и так все есть да то есть вот зачем мне что-то нужно допустим там шанс заработать подработать не знаю какие-то деньги дополнительные получить и вот вы начинаете за ну а нужна мне эта работа да то есть в принципе у меня есть работа мне и так хватает да конечно же денег много никогда не бывает хорошо было бы ну да она еще работает надо как-то выходить из своей зоны комфорта перекраивать как-то свой день она мне вот это вот нужно вот эти вот изменения и вы отказываетесь от этих денег понимаете у вас нету вот этого духа авантюризма в контексте материи если бы это касалось какой-то вот я не знаю образование какого-то развития на то здесь вы не думаете да то есть предлагает там что-нибудь купить какой-то курс что-то изучить какие-то книги там я не знаю что что-то что связано с вашим развитием да там вы как-то вот как рыба воде да то есть присутствует уверенность а вот во всем другом как-то сомнений вот такой бы у меня человечек как давайте посмотрим теперь как вы можете заявить о себе проявить себя именно в этом мире вот как вы проявляетесь либо как могли бы проявиться по четверке жезлов то есть вы можете при всей своей вот этой вот объемности и наполненности знаниями то есть вот это вот изобилие которая присутствует внутри вас но это изобилие поймете она имеет огромные масштабы вот при всем том что вы можете давать этому миру вы все равно как-то вот ленитесь да вот присутствует эта ленья который я сказала до дуальность она дано не надо при всем при этом вот вы можете проявляться в этот мир как раз таки через коммуникацию через праздник через веселье через отдых через развлечение но дело в том что вам вам это лень понимаете вам вам это скучно вам это не интересно вам интересны вы сами как личность исследования самого себя то есть некая такая интровертность а вы можете проявляться в этот мир как раз таки через взаимодействие с другими людьми и через то что вы ему даёте через то что вы им транслируете и вот здесь вот опять же таки появляется вот это дуальность а надо она мне или не надо а если мы говорим с точки зрения того что вы можете дать этому миру туда это вам надо если мы говорим с вашей точке зрения то есть вот как вашей личности вашей личности это надо вы бы сказал я бы сказала что нет да ну то есть ну я не так обойдусь вот вот это вот все как-то знаете это одновременно идет и и выбор он как будто бы на грани нельзя сто процентов сказать что вот вы выберете там общение либо не выберете вот все как будто бы зависит от вашего настроения вот в какой в какой муд да в какой какой древний волны вас словили так вы то здесь присутствует некая такая непредсказуемость так вы будете действовать если вас поймали в хорошем расположении друга туда вы будете проявляться вы будете общаться вы можете организовывать с вечеринки какие-то праздники встречаться с людьми вы душой компании люди будут вами восхищаться и говорит боже какой ты человек вот именно позитивный вот именно такого друга я хотела именно вот такого надежного человека я хотела в своей жизни а потом получается какой-то момент когда тот же человек сталкивается с вами когда вот вы ну просто в другом настроении могу сказать что без настроения просто в другом настроении и он будет удивляться что это вот нет абсолютно это это был ты тот человек который был душой компании а сейчас ты наоборот как-то избегаешь закрываешься и это действительно ты и это действительно тоже вы да то есть вот я вот вам сложно хочется сказать вот я делал недавно рассказано про сложность характера вот и в этом и заключается сложность вашего характера мне идет с одной стороны знаете вот ходячая библиотека причем не просто библиотека а вот в александре какая была да вот вот это вы вот это вот ваша душа и хочется сказать да дарит из себя давайте знания быть щедрый я вы не против но вот этого чувства знаете под грузом под гнетом каким-то вот этих вот знаний этого потенциала вам как будто бы лень я не могу понять в чем причина этой лени но я не ощущаю здесь такую достаточно масштабную личность которая может проявляться может давать может рассказывать может делиться до элементарно наполнять людей своей собственной энергией заряжать поддерживать но вы как будто бы не находите во всем этом какой-то смысл для себя вот вы человек который действительно ищет какой-то смысл вы будете вкладываться только в то что вы действительно цените то что действительно важно для вас а проблема вашей души заключается в том что она старая древняя душа она уставшая и она уже не видит ни в чем смысл понимаете то есть она уже настолько всего хочется сказать в этом мире повидала что не в одном воплощении просто вот эта череда воплощение вы пришли к тому состоянии что я уже столько много повидала я уже была вот в этом состоянии когда и давала и делилась мне уже не интересно и вот здесь как-то я даже не знаю что сказать да как вам быть потому что вы являетесь кладезом для других людей но с другой стороны вы как будто бы этого избегаете как еще вы можете проявить себя в этом мире ну вот сказала и выпал аркан мира да да сложно даже сказать как вы можете себя проявить по аркану мира что-то такое глобальное вот то как я вас ощущаешь глобальное знаете что такое вот обволакивающее но если все таки мы говорим в контексте профессии то однозначно вы не работаете в какой-то организации это не для вас если эта организация то это скорее всего какая-то сеть где есть филиалок за границей причем очень много филиалов да то есть здесь масштабность как вы можете себя проявлять если это будет масштабно то есть если это как какое-то вещание то это нет для одного трех людей вам это не интересно это должно быть большое количество людей большая аудитория который вас будет слушать если вы пишете к там книги стихи то это должно быть обязательно опубликовано на большое количество людей то есть вот так вот что-то для себя не не интересно вы проявляетесь как миротворец безусловно как человек который может вещать может рассказывать человек который может примерять других людей соединять объединять вот нужно у вас есть способность талант соединять людей кто с кем вот кому как подходит в контексте дружбы там я не знаю личных отношений у вас очень хорошо наметан глаз и вы можете соединять мужчин и женщин у которые вот другие не могут понять почему да а вы можете вы также можете проявляться проявлять себя в контексте микса то есть создавать объединять воедино то что между собой например каким-то образом не связано например это могут быть какие-то науки там я не знаю соединить там математику условно говоря да и таро к примеру да и казалось бы две науки между собой как-то не не связаны а вы вот можете вы можете объединять например почитали художественную литературу и научную литературу и нашли что-то общего то есть вот у вас за дело идет на объединение то есть это может быть объединение какой-то информации объединение людей соединение если мы говорим бы тобой вот элементарной какой-то вещи то вы можете быть не хорошим кулинаром очень хорошо можете миксовать например специи да то есть вы вот понимаете вот эту специи вот с этой специи надо очень хороший вкус при этом вы можете но вам не нравится допустим кулинария да ну вот вы умеете это миксовать либо какие-то ингредиенты и получается не знаю вкусный пирог да либо там торт либо еще что-то то есть миксовать можете миксовать между собой запахи да то есть берете там какие-нибудь масла духе я не знаю одушки и вот как-то соединять его получается какой-то новый свой запах у вас есть вы можете проявлять себя там где нужно объединить людей вещи ситуации неважно что вы можете проявлять себя там где не нужны границы вне вне границ да то есть вот помимо миротворчества вам интересные языки вы можете не знаю может быть вы действительно владеете несколькими языками вы как будто вы можете создавать какую-то систему например по изучению иностранных языков это будет ваша система основанная на опыте не основанная на знаниях там я не знаю взятых откуда вот тогда из книжек а именно ваш опыт то есть вы вообще все делаете исходя из вашего опыта вы не не как это сказать не опираетесь на на известные данные то есть вы как-то через себя пропускаете и вы даете человек который вот человек мира я неоднократно говорила про первую позицию но вот здесь вот именно такие масштабы человек безграничный человек с огромным большим сердцем умеющие любить любить без как это знаете есть новая какая-то такая категория людей в контексте сексуального влечения не помню как их зовут то есть люди которые влюбляются в личность не в пол например ты мужчина и любишь женщину либо женщина любит женщину не об этом а люди которые любят и могут входить в сексуальный контакт с личностью то есть им нравится личность вот здесь примерно то же самое не то что вот вы можете вступать в половые отношения да сама суть то есть вы любите именно души человека давайте так скажу не личность а именно души человека и вы можете проявлять себя через это король огня в этой колоде говорит о том что вы человек интуитивный да то есть можете проявлять себя в этот мир интуитивно вот как как чувствуете не случайно и говорил да про эмоциональность вот как чувствуете так вы себя и проявляете и при этом прямолинейно вы уже не тот человек это там заискивает с кем-то лицемерит вам уже на это наплевать вы человек который может себе позволить открыто прямолинейно высказать то что он думает да но при этом вообще вам фиолетово о последствиях то есть в контексте кто и что подумает почему вы так сказали не сказали то есть там где можете себя проявлять там где нужно высказывать свою точку зрения открыто то есть прямолинейность это решительность прямолинейность и интуиция это вот те качества вас которые вы можете использовать в проявлении себя ну и все что я сказала да вы можете это для себя как-то вот перефразировать и понять в чем ваше призвание да то есть используя вот эти вот качеством я не люблю говорить профессии почему потому что не имеет смысла для меня по крайней мере до обозначивать профессии в которых вы были бы хороши речь идет о том что когда вы понимаете ваши сильные стороны качества да какие ваши качества на что вы можете опереться на основе этих качеств вы можете выбрать для себя профессию или как минимум придумать свою потому что вам это дано вы можете придумывать что-то свое вот такая была у меня первая позиция позиция номер два красненький камешек а мне птички поют заливается вы наверно уже не слышите на и моё последнее увлечение слушать какой птички очень мне нравится двоечки смотрим вас если вы не слушали начало скажу что у меня есть я создала канал в телеграме если вам интересно в описании под этим роликом есть ссылка мои услуги нажимаете туда и и первый агзаца текста а там где указаны мои контакты есть телеграм ссылка на телеграм-канал не на личные сообщения именно телеграм-канал подписывайтесь и мне будет приятно так смотрим кто вы сначала двоечки кто вы паж мечей интересная такая личность человек который стремится к свободе слова человек который познает этот мир через интеллект вот у меня так знаете вот я вытащила этот аркан и я понимаю по энергиям что люди которые стали выбирать вторую позицию очень сильно изменились либо просто новые люди пришли и энергия сменилась почему потому что обычно двойки эмоциональны а здесь именно интеллект то есть паж мечей говорит о том что вы человек как этот почему чко человек у которого очень много вопросов касательно этого мира касательно того как он устроен и касательно очень многих вещей если вы достаточно любознательные вы это человек который будет задавать вопросы много вопросов может быть сейчас с возрастом уже не так но в детстве задавали очень много вопрос причем вопросы ваши не настолько наивны на что-то насколько настолько открытое что порой вводят заблуждение и и в тупиковость там не знаю другого человека но я не знаю например это не обязательно какие-то такие похабные могут быть вопросы а именно вопросы например и знаю почему на небе столько звезд и они не падают то есть как эти звездочки держатся на небе то есть как какие-то такие вопросы почему луна выходит ночью они днем то есть вот и и знаете и касалось как казалось бы ну вот вроде бы простой достаточно логичный вопрос можно на него ответить но он вводит ступор человека потому что если есть разница возрасте ну то есть если этот вопрос задает ребенок да то сложно ребенку объяснять понятие того как устроен космос вот и однозначно этот ответ не ответь на этот вопрос не ответишь другой стороны что-то придумать обманывать вы не хотите потому что пажа мечей здесь говорит о человеке которые любят правду причем эту правду вы не всегда не не всегда уместно говорите ваш мечей человек который учится управлять словом он еще не лживый у него нету вот понятия обмана но как-то он не умеет использовать слова что это значит значит что вы можете сказать знаю что-то одно имели ввиду подразумевали сказали что-то другое просто потому что нашли неправильное неподходящее слово и этим можете ранить как себя так и другого человека но если мы говорим про харить характеристику то паж мечей этот человек очень любознательно ему всегда интересно что-то у тебя будет давать много вопросов спрашивать интересоваться человек который планирует свое будущее по крайней мере у него всегда есть куча планов неважно реализуются они или нет но куча планов всегда есть у этого человека ну вот выпал аркан мага очень интересно еще расскажу энергии здесь сменились у двоечек меня это очень удивляет и радует кто такой маг маг на самом деле человек человек тоже слова человек который вещает транслирует человек со знаниями в принципе но такое ощущение что он не всегда применяет их на практике да то есть маг это больше стратег я бы сказала нежели практик почему потому что вот ему как-то интересно больше познания нежели практика почему потому что такое ощущение что вот практика он уже владеет маг маг также этот тот человек которому вот интересны разные запутанные какие-то вещи потому что он может решать находить выход из любой запутанные ситуации человек с огромной силы воли с огромным потенциалом энергетическим человек больше опять же таки как и паш мечей который находится в своей голове но это человек с двойным дном то есть это человек не так прост как может казаться то есть да он может быть открытым он может быть позитивным по его собственному желанию но он также может быть и коварен и хитрить и обманывать если в этом есть такая необходимость то есть вот все равно вопрос стратегии присутствует но это лидер по своей натуре человек который ведет других может вести других людей за собой человек который никогда не будет работать на другого потому что ему вот эти вот его лидерские качества не дадут быть быть например я не знаю в команде в какой-то вот подчиненном подчиненной позиции потому что он всегда будет вот проявлять свое я но у него очень ярко выраженная человек который если он поймет человек с очень развитым развитой интуиции хороший психолог если он поймет что его оппонент слабее его то что-то продать такому человеку будет очень сложно на будет продавливать он будет хитрить его будет надсмеиваться вот такому человеку интересны оппоненты равные ему то есть у него очень много силы и и интеллекта в том числе и поэтому такому человеку интересно люди равные ему вот меня вообще есть честно удивляет удивляет сегодня вторая позиция может вы поменялись с первой кто знает ладно если все-таки узнали себя не знаю почему я как-то сомневались вот но ладно оставим мое личное мнение смотрим дальше если узнали себя в этом потому что все таки все таки все таки может быть новые люди а как вы можете проявляться либо как вы проявляетесь уже в этом мире двойка кубка вот теперь мне комфортнее да можете проявляться знаете в дружбе в дружбе как соратники как люди которые идут с кем-то вот в одном направлении у которых общие ценности общие какие-то цели вот когда нужно взять кого-то и идти на пол шага не на шаг а на пол шага впереди своего оппонента потому что все таки маг как-то вот на равных ну сложно найти такого же человека как и он поэтому все равно как-то будет большей степени себя проявлять это вот на пол шага он будет впереди других людей но вы можете себя проявлять именно этим здесь такая у меня энергия делать как усилитель а энергии любви то есть вот мне здесь просто показывает такую конструкцию я не знаю как ее объяснить как вот не на как некий источник света и вот вы являетесь как не знаю есть батарейка а вот вы как будто бы зарядители этой батарейки то есть тот проводник который проводит через себя электричество и увеличивает вот эту вот энергию батарейки но здесь в данном случае батарейка это любовь это любовь это открытость это взаимность то есть вот здесь такое ощущение вы себя можете проявлять тогда когда вы чувствуете взаимность когда вы чувствуете внимание к себе то есть вы как будто бы отдаете с большие дачи то есть увеличиваете это как некое увеличительное стекло приумножаете то есть не знаю как поддержка что ли как подпитка то есть вот вашей много очень много энергии вашей по аркана мага и вот это вот силу воли если вы будете направлять на кого-то вот там не знаю пример у вас есть ребенок да и он занимается спортом и вы понимаете что это вот трудный сложный путь который выбрал для себя ребенок там не знаю стать чемпиона вот вы можете вливать вливать очень много энергии и очень много труда в этого ребенка не потому что вы его мама потому что либо отец а потому что у вас есть вот это вот энергия подпитывать ну то есть находить правильные слова у вас есть терпение у вас есть любовь и всегда найдете правильное слово поддержите скажете за мотивируете организуете вот прям только бы вот этот вот ребенок занимался тем что он там любит и таким образом вот вы создаете вот как хороший тренер знаете создаете чемпиона вы очень много можете вливать энергии вы не тот человек который что-то создает но вы тот человек который вливаете свою энергию тем самым увеличиваете результативность того процесса который необходим то есть здесь вы в тандеме можете очень хорошо работать можете хорошо работать в группе но опять же таки а когда я говорила про том что о том что в профессиональной сфере вы не очень хорошие подчиненные здесь немножечко а а другом а если мы возьмем некую такую цепь в которых и в которой есть много звенья то вы как раз таки будете именно той цепью которая замыкает в себе все звенья то есть на вас как будто бы все держится вот вот такая здесь энергия как еще вы можете проявлять себя вот кубки пошли теперь мне понятно шестерка кубков говорит о том что вы можете проявлять проявлять себя в контексте призвания там где есть именно искренность вот увеличивать эту искренность там где есть доброта увеличивать эту доброту там где есть дружба взаимность вот это преувеличивать если вы как-то вот работаете не знаю где бы вы не работали вот ваше призвание заключается в том как вы выстраиваете отношения с другими людьми то есть независимо от того как они к вам обращаются вы вы транслируете вот ваше призвание гармонизировать людей успокаивать их приводить фоновое нормальное такое состояние а наоборот мотивировать поддерживать верить в других людей шестерки кубков да вот здесь вот этого доброта ударить эту доброту быть щедрым показывать насколько это важно опять же таки сложно сказать какой профессии да это может проявиться но я могу сказать что вот как вариант любые вспомогательные профессии где вы взаимодействуете с другими людьми до либо это могут быть вспомогательные профессии по отношению к животным да когда вот я не знаю там ветеринар волонтер люди которые любят животных да здесь не про спасательство здесь про любовь здесь про любовь еще как и где вы можете проявлять себя но вот семерка педагли говорит как раз о том что очень долгое время можете вкладывать свою энергию внимание в то что вы делаете то есть мир капитал я говорит о времени говорит о терпеливости о терпении о внимательности о том что вот вы продолжаете как какая то знаете некая такая монотонность но при этом вот именно результативное иногда как некий такой конвейер до которой надо 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 делать вот какое-то однообразие и вот казалось бы знаете как на заводе да как люди могут вообще работать каждый день одно и тоже делать вот это вот монотонной работа, но у вас есть терпение на это. То есть там, где есть однообразие, монотонность, вы можете себя проявлять. Ну и, конечно же, императрица говорит о том, что вы можете себя проявлять через красоту, через гармонию, через твой внутренний мир. Вот это вот изобилие, которое есть внутри вас, транслировать людям. Транслировать любовь. Императрица, она всегда говорит про красоту, про эстетику. То есть это любые профессии, например, связанные с красотой, стилисты. Она любит праздник, поэтому организовывать любые праздники у вас тоже может быть. Любые к детям тоже может быть. То есть помогательные профессии касательно детей тоже. Помимо людей, взрослых, зрелых и животных, еще вот работать с детьми, организовывать какие-то праздники, дизайнеры. Что еще может быть с красотой? Косметологи, парикмахеры. Все, что связано с украшениями. Все, что дает людям радость и праздник. И организаторы тоже очень хорошие. То есть вот некая такая хозяйственность, где необходимо, она тоже может быть. Вот такая вот вторая позиция. Конечно, удивили вы меня своим магом и пажом мечей. Но это как раз показатель того, насколько вы изменились. Меня это порадовало. Видите, как ум. Все равно, неважно, читаешь карты, хочешь быть объективной, но не получается, потому что все-таки транслируется через меня. И вот включается иногда ум. Только когда я нахожусь в каком-то, знаете, в таком потоковом состоянии, как-то я могу забыть. Но когда я забываюсь, я забываюсь слова. У меня такое тоже бывает. Так, позиция номер три. Ладно, троечка. Если вы не слушали начало, то я говорила о том, что я создала свой телеграм-канал. Можете подписаться на него. Ссылка под этим роликом под названием «Мои услуги». Переходите туда, и сверху будет опубликована ссылка на мой телеграм-канал. Подписывайтесь. Так, троечки. Кто вы? Смотрим. Посмотрим, меня тройки удивят сегодня. Кто вы? Аркан умеренности. Хочется сказать, по аркану умеренности волшебники. То есть в каком контексте волшебники? Люди, которые владеют живой и мёртвой водой. То есть кого надо, можете оживить, а кого надо, можете умертвить. То есть люди, которые ходят по грани. По грани между жизнью и смертью. То есть настолько любите жизнь, сколько любите и смерть. Либо, я не знаю, наоборот, настолько любите смерть, что ненавидите жизнь. Вот как-то вот это всё внутри вас присутствует. Люди достаточно терпеливые. Нетерпеливые в контексте выносливости. То есть можете, опять же таки, терпение, оно в данном, во второй позиции тоже было, но здесь немножко другая. Здесь терпение, знаете как, там больше прождать, а у вас терпение больше про то, что самодисциплина. Вот как-то так. Люди, которым вот необходима золотая середина, очень часто можете, сможет вас раскачивать на эмоциональных вот этих вот качелях, бросать вас в крайности. Но это лишь для того, чтобы вы в конечном итоге познали золотую середину и были по умеренности. Да, вот именно по умеренности шли, потому что здесь может быть так у вас накатывать периодами, что вы уходите в крайность, я не знаю, каких-то пороков, там, я не знаю, переедания, лени, вот что-то такое. А потом как-то вот останавливаете себя и говорите, нет, что-то здесь не так, что-то вот как-то слишком, да, я не знаю, слишком активничаю, слишком много говорю, слишком там много льюсь. Вот это вот слишком, да, вы это понимаете, и самостоятельно начинаете выправлять. Выправлять. Здесь вот как будто бы ваша задача научиться усмирять свои эмоции, да, то есть работа вот именно со своими эмоциями. Не подавлять, а уметь их как будто бы, я не знаю, останавливать, прежде чем как они возникают. То есть вот как только вам нужно на что-то реагировать, вот вы за долю секунды до реакции, вы должны себя останавливать. Останавливать в каком контексте, особенно если это какая-то негативная реакция, там, обида, злость, вот вам нужно научиться управлять, управлять своими реакциями, знаете, вот стать каким-то таким человеком, потерфейс, непробиваемым, который фиг поймешь, что он внутри себя чувствует. И здесь вот смирение, усмирить, усмирить свой пыл, свой нрав. Могу предположить, что в молодости вы были очень огненными, очень такими взрывными, особенно в подростковом возрасте, да, таким вот, может быть, обидчивым человеком. Вот с возрастом вам говорят о том, что нужно немножко усмирить свой нрав. То есть вы где-то уже можете, как-то, знаете, вот у меня идет такое спокойное лицо, умиротворенное, и не поймешь, какая реакция. Как люди, я не знаю, стоят там в барах, да, которые считывают лица и говорят, можно братья, а тебе нет. Вот как-то так. То есть как будто бы, знаете, здесь все, кто работает в органах как их охраны, вот как охранник, да, только не охранник территории, а вот именно охранник каких-то, вот я не знаю, высокопоставленных лиц, которые очень хорошо прокачаны. Вот здесь что-то такое идет. То есть может быть вы себя так прокачали, может быть нужно это. Что еще, да, то есть прежде чем мы посмотрим, как вы можете себя проявить, сразу скажу, что по аркану умеренности проходят люди, которые занимаются энергетическими практиками, то есть это рейки могут быть, это может быть иглоукалывание, это может быть медики-реаниматоры, это может быть любого рода целительство, нетрадиционная медицина. Очень малая часть психологов, но они как будто бы работают с подростками, либо с трудными какими-то подростками, не просто с подростками, а сложными, трудными, как будто бы подростки-суициды, вот с суицидальными наклонностями работают. Здесь идет целительство именно не тела, а души. С энергиями, да, люди работают с энергиями. И как-то со сном, но это не гипноз, это что-то другое. Что-то другое, не знаю, не могу понять. Кто еще вы? Давайте посмотрим. Семерка мечей. Ну, очень умные люди, могу сказать. Люди, знаете, как-то вот в своих суждениях, новаторы, новаторы, первооргиватели, люди, которые умеют решать задачи неординарно. люди, которые не пойдут протоптанным путем, люди, которые выберут какой-то вот свой путь. Я даже не могу сказать, чем вы оперируете при выборе. Это не интуиция, и это не интеллект, потому что, ну, на основе логики вы бы выбрали то, что выбирает большинство людей. У вас какая-то своя операционная система интеллектуальная, когда вы выбираете что-то, я не знаю, но это не на интуиции вы оперируете, вы чем-то другим. Знаете, как какой-то стратег, но вот какой-то неоднозначный стратег, нетрадиционный стратег. То есть вы можете просчитать шаги, но вот как-то знаете, как бывают исследователи, которые, ну, либо люди, которые вот обладают вот этим навыком, вот смотрят, там, я не знаю, девушка встречается, к примеру, с парнем, и он ей предлагает отношения, и она ему говорит, нет, я не хочу, допустим, с тобой выступать в отношения, потому что тебе нужен только секс, а мне пока секс не нужен, откуда ты знаешь? Вот она начинает ему рассказывать, потому что у тебя вот там след от обручального кольца, видимо, ты только недавно расстался, поэтому след еще от обручального кольца остался, да, плюс ко всему ты очень мягкий в своих манерах, велика вероятность, что тебя воспитывали только женщины, мужчины не было, поэтому ты четко понимаешь то, что хочет женщина, и поэтому ты такой вот, не знаю, ухаживаешь, такой вот мягкий в манерах, вот, и так далее, и так далее, ты начинаешь рассказывать про человека, но не потому что она психолог, а потому что она, вот как-то вот внимательно и какие-то там я не знаю детали соединяет между собой вот вот у вас какое-то такое вот мышление безусловно по семерке мечей мы можем сказать что иногда вы не знаю сами себя обманывается занимаетесь самосаботажем но здесь осознанно это все идет то есть если вы в чем-то обманываетесь вы это понимаете вы даете себе отчет и не будете хитрить и говорит что нет а там у меня нет какой-то вторичной выгоды да то есть вы четко понимаете но вообще если мы говорим в контексте мышления вы очень знаете как водолеи люди которые идут впереди своего времени как-то мыслите мыслите иначе мысли идете другими дорогами другими путями и мыслите не так как все ну и еще десятка кубков здесь может быть кого-то я удивлю и огорчу но в данном случае десятка кубков здесь говорит о том что как будто бы вам не хватает духовности вот присутствует здесь некая такая поверхность вроде бы умны вроде бы не знаю развиваете все у вас есть но это вот не не совсем духовность не совсем про про так сказать-то про самопознание потому что все-таки десятка кубков она говорит о человеке который в очень многих моментах достиг каких-то своих высот и вот дальше как будто бы человеку не хочется развиваться на что ж такое то что в глаз попало на вот видите такое ощущение что что-то вы не не хотите видеть прям вот осознанно закрываете глаза на что-то поэтому я говорю что здесь нет как будто в духовность потому что нет какой-то искренности по отношению к самому себе честности но человек здесь знаете с таким приятная энергия у вас хотя и достаточно сложная мечевая то есть вы можете быть колкими можете ранить другого человека и вам не будьте даже за это стыдно потому что вы сможете объяснить себе достаточно логично почему так поступили сказать ну так ему и надо было да то есть беспринципиальные беспринципные да вот но с другой стороны можете где-то кому-то сопереживать можете быть чувствительным человеком в принципе наполнен на эмоциональном но вот меня смущает вот это вот вот почему-то знаете вот нету какой-то открытости вот для духовности не хватает открытость сердечная есть какая-то не знаю что-то вас отягощает какие-то обиды не они не дают вот как-то полностью раскрыть свою сердечную чакру ну в принципе вы человек достаточно семейный веселый приятный заботливый спиндаклик краски это и подтверждает говорит о том что вы человек который дает возможности другим людям но и в том числе себе видите эти возможности замечаете эти возможности умеете наполнять других людей эмоционально то что вот умеренности вышло до когда вы даете кубок жизни они кубок смерти но живой водой когда делитесь живой водой но вот там все равно семерка мечей она дает вот этот отпечаток плане того что я не хочу тебя цели да то есть вот я как будто бы могу тебя помочь а я не хочу почему не спрашиваю просто не хочу все то есть вот есть какая-то такая вот у вас черта поэтому я и говорю что нет духовности то есть нету вот эти отношения ко всем людям равное в контексте того что я во всем вижу во всех вижу душу а вы нет вы видите все таки больше не душу другого человека потому что здесь нет этой эмпатичности вы как будто вы видите больше личность человека характер человека и вы реагируете на это то есть иногда бывают люди которые с мерзким таким характером но все-таки где-то глубоко внутри них есть вот этого чистая душа вы этого не увидите вы увидите именно вот этого мерзкий характер и будете реагировать на человека на его поступки вот эти вы краски отличаетесь от единичек то есть если единички видят душу человека не важно вот это вот маска человеческая не будет реагировать на всех ровно одинаково да потому что вот особенно если этот человек какой-нибудь негодяй да они будут к нему расположены казалось бы блин как ты как ты вот можешь разговаривать с этим человеком ведь и он такой я не знаю мерзкий ну хамит и грубит и он начнет вам говорить что нет да посмотри у него вот это вот это есть светлые какие-то качества что увидеть от его душу да вот свет в каждом а вы нет вы какая душа да это прекрасно это все хорошо но я буду вот так с ним поступаю как он со мной так и я да то есть вы не относите к той категории людей которые бьют по одной щеке они другой подставляет нет ты меня ударит так я тебя вообще с сотру с земли да вот здесь такая такой такой человек новый вы неплохой я не могу сказать что здесь прям люди так как я писала что вы плохие люди неплохие люди просто по умеренности вы не можете быть плохими да у вас доброе доброе сердце но вот хочется сказать доброе сердце не без червоточинки да красные красивые яблочки но вот все равно есть вот этот вот червя гнида внутри который вот подъедает подъедает вам и самим иногда не комфортно с этим внутренним червяком но что поделать такими вы есть на данный момент и в этом тоже есть какой-то смысл и необходимость как вы можете проявлять себя в мир да то есть на основе эти качества вы можете выбрать для себя какое-то вот призвание как вы можете себя проявлять в мир тройкой мечей прикольно как вы можете это ваша боль или чужая вы знаете вы как так как будто бы вы благо можете использовать свою боль как свою так и чужую что это значит использовать его благо знаете как там исцелять но здесь исцеление не в контексте того что я исцеляю причину и следствие само собой выравливай выравнивается а вы берете вот эту вот причину и как вот показываете человеку и на основе этого человек выходит из ситуации сильнее то есть он не только исправляет свои какие-то вот ошибки вот этот корень до который мы указали а он становится еще сильнее он становится как то вот еще позитивнее здесь есть вот это вот умение не знаю может быть видеть пользу может быть видеть что-то хорошее в негативном ключе то есть вот кто-то страдает а вы можете подойти искать пострадая пострадает там не знаю поплачь поплачь как-то очиститься да то есть это поможет твоей твоему очищению и кажется здесь человек ну типа ты должен меня поддержать а ты мне конечно продолжай плакать вот что-то здесь такое там я не знаю у кого-то там украли деньги да либо кинули может быть на деньги вот ему подойдете скажите это же хорошо да почему там что таким образом ты как-то вот свой какой-то долг отдал перед вселенной возможно в каком-то другом воплощение неважно если не в этом как говорят евреи да спасибо боженька что взял деньгами вот здесь вот что-то такое возможно вы говорите то есть вы умеете использовать какие-то такие болезненные не просто негативные именно болезненные моменты видеть в них пользу и показывать это другим людям вот это вот одно из ваших очень сильных такие качества которые можно найти свое собственное призвание то есть неважно какая-то профессия вот это качество у вас есть умение видеть позитивное умение видеть какое-то вот не знаю исцеление что-то хорошее что-то доброе приводить людей как будто бы к счастью через страдания я не знаю как это не то что я говорила самом начале там про спорт вам говорила ли вы либо второй позиции не помню то есть вот такое такое ощущение что как тренер который заставляет тренироваться своего подопечного но при этом когда он получает там медали какие-то до заслуги грамоты он прям вот радуется вместе своим подопечным и он ему показывает что вот видишь вот столько труда мы вложили с тобой вот только ради этого да то есть вот как тот человек приводит к счастью вот именно к этим успехом через боль через страдания вот идут мне здесь иголки иголки что это может быть кого-то колет то ли это иглоукалывание то ли это шитье и вот как-то вот иголки колят то ли кто-то на гвоздях стоит не могу понять вот идут какие-то иголки и все иголки а может у кого-то в ногах шипы такой тоже может быть ладно как еще вы можете проявлять себя в этот мир попажу у кубков как вот человека который дает новые возможности человек который делает какие-то предложения до указывает указывает на новые возможности человек который раскрывает именно потенциал человек который не знаю может быть помогает другим людям раскрыться в творчестве до выражать себя вот как знаете как нейрографика да то есть вода вода и вода и душа как-то вот показывать свою душу исцелить вот вы можете исцелять исцелять чужую душу через то что вы знаете как то вот вы вроде бы слушайте но слушайте вы как-то по-своему своеобразно то есть если к вам например клиент обращается и вот он начинает вам изливать свою душу свои какие-то проблемы вы слушаете как это это не поверхностно как это какая-то специфика здесь есть вот вы вроде бы слушаете но и одновременно не слышите этого человека но вам как будто бы и не надо то есть она идет как будто бы одновременно защита но при этом человек который говорит он исцеляется потому что он высказался ему легче стало но вы информацию эту через себя не пропускаете вы как будто ставите какую-то защиту поэтому я и говорю что вроде бы слушаете мы не слышите какой-то здесь своеобразный такой но при этом человек исцеляется еще как вы можете проявляться в этот мир но вот уже удивительно до десятка сосудов говорит о том что вы можете помогает людям показывать его обновленное я обновленное с помощью соединения вот как-то души и разума как-то вам удается соединить показать это человеку и вот человек вот в соединение да как-то вот гармонии когда и голова с головой все хорошо и сердце себя нормально чувствует вы кому-то подаете какие-то ключи человеку для того чтобы он пришел к этому состоянию к своему обновленному я я грузись какие-то вспомогательные профессии вы не тот человек который будет здесь там есть на работать руками либо там в войти какой-то технологиях нет вы работаете с энергиями вы даете ключи людям для решения их задачи и вот я не случайно говорила про спорт здесь вы как будто бы наполняете энергетическим вытаскиваете людей из депрессии из какой-то апатии безвызгодного состояния вы умеете показывать людям их шансы вы умеете показывать людям их возможности умеете вытаскивать людей может быть с того света я говорю как реаниматоры а то есть и как-то знаете из состояния обесточенности наполнять их учите может быть какими-то энергетическими практиками да когда там не знаю через дыхание такое тоже может быть какие-то дыхательные практики практика этих дирвиседов да как их называют вращение вращение вокруг своей оси да вот здесь какие-то вспомогательные ну профессия вот такой был у меня расклад пишите свои комментарии думаю неделя начинается прекрасно замечательно с хорошего такого расклада я благодарю вас за внимание желаю вам всего самого наилучшего хорошего позитивного настроения всем пока пока пока